Слава нашего Бога, дорогая церковь! Мы можем присаживаться на наши места. Большое спасибо нашим левитам. Замечательное прославление, поклонение. Возможно, если кто-то стоит возле стены и нет места, пожалуйста, поднимите руки рядом с кем есть свободное место, чтобы люди могли подойти, сесть, занять места и чувствовать себя комфортно. Проходите, не стойте, присаживайтесь. Пусть Бог благословит. Тема моей проповеди сегодня называется так. Вредное мышление. Вредное мышление. Вы знаете, одним из самых важных процессов в жизни христианина является процесс познания Бога. Это очень важный процесс. Когда мы с вами познаем нашего Творца, когда мы познаем Иисуса, когда мы выстраиваем с Ним отношения, это когда на практике, не просто из информационного поля, не просто с кафедры, а когда в нашей практической жизни мы познаем Иисуса Христа, исполняя Его Слово в повседневной нашей жизни, тем самым приближаясь к Нему. И вы знаете, чем больше мы познаем нашего Бога, чем больше мы познаем Иисуса, тем больше нам хочется быть рядом с Ним. И тем более нам не хочется быть без Него. И сам Господь через пророка Осию в 6 главе, 6 стихом, говорит такие слова. «Ведь я милости хочу, а не жертвы. И познание Бога более, говорит Слово Божье, более, нежели всесожжение». То есть позиция Бога или воля Бога по отношению к нам, к верующим людям заключается в том, чтобы процесс познания в нашей жизни, как в жизни христианина, занимал более, более времени, более усилий, чтобы мы более заботились об этом и думали об этом, тем самым познавая нашего Творца. Бог готов открываться нам в разных сферах нашей жизни, для того, чтобы мы могли познавать Его красоту, Его благость, Его прелесть. Но так бывает, что, несмотря на то, что Он готов открываться нам, мы закрыты к познанию Его. И давайте скажем так, одним из факторов, которые мешают нам познавать Бога, является наше мышление. А точнее, некоторый сектор в нашем мышлении, о котором сегодня бы я хотел поговорить. Психология эти помехи называет стереотипами или стереотип. Как один человек сказал, это не тип, который слушает стерео, ни в коем случае, нет. Психология называет это стереотипами, шаблонами. Еще есть такой термин, как фиксированное мышление. Библия называет это твердынями, твердынями в нашем мышлении, которые не дают нам познавать Бога. Ну а слово, само стереотип, если мы его будем переводить с греческого языка, оно так и переводится, как твердыня. Поэтому связь полноценная. Что такое стереотип? Стереотип – это заранее сформированная мысль, сформированная мысль, которой мы руководствуемся в первую очередь в той или иной ситуации. Стереотипы в нашем мышлении или шаблоны формируются благодаря культуре, благодаря обществу, в котором мы находимся, информационной повестке, а также мы сами, мы сами можем формировать стереотипы в себе, формировать какие-то шаблоны и тому подобное. Есть один очень интересный факт. Стереотип или стереотипы, или шаблоны наш мозг формирует без нашего с вами участия. Без нашего с вами участия. Для чего он это делает? Для того, чтобы избежать каких-либо нагрузок в каких-либо ситуациях, с которыми ему предстоит столкнуться. И он для этого создает определенные шаблоны или определенные стереотипы в нашем мышлении для того, чтобы избежать их. Ну, например, давайте такой простой пример. Вы чуть старше, чем я и Вы хотите учить язык. Иностранный язык. Но знаете, первая мысль, с которой Вы столкнетесь, когда Вы откроете книжку? Да не, я не в том возрасте. Я Вам скажу, что это Ваш мозг хочет избежать нагрузки. Ваш Бог хочет избежать чего-то нового. И Он диктует Вам первую обманчивую мысль. Ту, которая выгодна Ему. Для того, чтобы Вы не развивались. Для того, чтобы Вы не учились чему-то новому. Не потому, что Он не хочет, чтобы Вы не учились. Он не хочет напрягаться. Ну, такой. Он лукавенький немножко, хитренький наш мозг. Вот природа-то греховная, понимаете? И Он такого характера. И вот Он хочет избежать максимально каких-либо процессов, которые выходят за рамки Его комфорта. И именно в этих рамках Он посылает нам такие же мысли или оценку какой-либо ситуации для того, чтобы мы не вышли на действие. Вот так вот Он нас дурит. И, знаете, когда стоит вопрос в познании Бога, очень часто Бог действует совершенно не так, как мы себе это представляем. Он действует за рамками нашего понимания, за рамками нашего мышления. И, к большому сожалению, вот эти твердыни в нашем мышлении, они не дают нам возможности выйти за рамки. Или, давайте скажем, останавливают нас, сдерживают нас в этих рамках, тем самым лишая нас самого главного. Познание нашего Творца. Познание Иисуса Христа. Мы многие знаем историю про мальчика, которого привел Отец к Иисусу, одержимого немым духом. Помните, которого и в огонь вергали, и куда только его не опускал этот демон, что с ним только не делал, и валял его. И там был процесс и знание этих демонов, там что-то не получалось, потом пришел Иисус, ну и Отец уже обратился к Нему. И когда Отец обращался к Нему, он просил, чтобы Иисус помог ему. На что Иисус спросил его, веруешь? И помните вот эту интересную фразу, которой он ответил, на которую меня долгое время смущало. Как вообще такой ответ может быть? Верую, а потом по моему не верю. То есть обычно бы по логике надо было сделать сначала неправильный ответ, а потом подумать и дать правильный ответ. А этот человек говорит, верую, все, верую. Вы знаете, когда ты находишься в религиозном обществе, когда постоянно тебя учат о вере, когда постоянно от тебя, наверное, может быть, требуют веры, или стандарты такие есть в обществе, ты должен проявлять веру, то этот стереотип или этот шаблон, он откладывается в твоей голове. И первое, что делает этот человек, он выстреливает, не думаю, верую. Ну, потому что это правильный ответ, согласитесь. Потому что правильный ответ ждут все окружающие. Потому что правильный ответ сформирован в голове уже давным-давно. Ну, знаете, наверное, что-то его зашкребло. Потому что что-то внутреннее, внутреннее состояние не соответствовало тому, ответу, который он дал Иисусу. Но по логике, подожди, если я сказал верую, значит, скорее всего, сейчас Иисус сделает чудо. А если я скажу не верую, у меня возникает вопрос. Скорее всего, сейчас Иисус посмотрит на меня, скажет, ну, что ж уж, оставайся со своим одержимым сыном, воспитывай его, заботься о нем, и уйдет. Возможно, так. Возможно, такие были бы представления. Ну, на самом деле, в Библии этого не написано. Ну, мы можем себе предположить, я себе предполагаю, что именно эта ситуация развивалась приблизительно так. И смотрите, он с правильного ответа, с правильного ответа, переключается на ответ неправильный, на ответ непопулярный, на ответ, который, скорее всего, Иисус, по его мнению, не примет и отказывается от того ответа, который, скорее всего, Иисус должен был принять. И говорит, помоги моему неверию, тем самым декларируя, что он не верит. И вы знаете, что? Иисус принимает этот ответ. Иисус действует за рамками нашего шаблона. Иисус действует за рамками наших стереотипов, так как даже нам тяжело себе представить. И Он делает чудо, и Он исцеляет этого парня. Ну, сам факт. А если бы Он не сказал, что Он не верит? Если бы Он не сказал то, что Он переживал по-настоящему. Если бы Он не дал, давайте так скажем, в кавычках, неправильный ответ, который оказался правильным, Иисус бы сделал бы чудо или нет? Я не знаю. Я не знаю, но я допускаю, что, может быть, что-то бы и не сложилось. Может, что-то бы и не сложилось. Вот так вот и в нашей жизни, знаете, есть разные сферы, в которых Бог хочет, чтобы мы Его познавали, в которых Бог хочет, чтобы открываться нам. Но мы часто можем держаться за свои рамки, за свои шаблоны и не выходить за них, тем самым лишая себя самого главного, лишая себя познания нашего Творца, того, что нас держит за Него, того, что нас сближает с Ним, того, что нас мотивирует быть с Ним. И я бы хотел бы сегодня затронуть несколько таких шаблонов, наиболее, наверное, распространенных в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, и не конкретно точных, а, скорее всего, с тем, что формирует их в нашей жизни. И первое – это ожидания. Ожидания. Ожидания формируют в нас определенные стереотипы, определенные шаблоны, которые имеют свойство укореняться в нашем мышлении. И потом мы не можем себе представить, что как-то по-другому может произойти. Как я уже говорил в начале, что стереотипы или шаблоны, или твердыни мы формируем сами, и формируют общество или информация. И ожидания – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы всегда чего-то ожидаем. Мы ожидаем зарплату в конверте, наверное, всегда большую хочется ожидать, а приходит, может, не совсем такая, какая есть непонятно в такое время. Мы можем ожидать от того, что моя жена ко мне должна поступать как-то вот так, как я себе нарисовал. Правда, она об этом не знает, что она так должна по отношению ко мне поступать. Но я ожидаю и постоянно обижаюсь, и бурчу. А она понять не может, почему так происходит. Ну, потому что я ожидаю. У меня есть ожидания определенные. И тому подобное. И вот эти ожидания, они могут формироваться в такие твердыни в нашем мышлении, особенно, когда вопрос стоит следование за Богом. А когда стоит вопрос действия Бога в нашей жизни, когда мы ожидаем что-то, когда мы идем к чему-то, когда мы молимся за что-то, может быть такое, что Бог будет действовать как-то неординарно. И этому примеру есть знаменитая всем история про военно-начальника Неймана, про которого большинство знает. Это был человек, военно-начальник, который имел болезнь проказу. И по свидетельству служанки, девочки, которую они взяли в плен, он услышал, что есть пророк, который может совершить чудо, помолиться за него, и он получит исцеление. Вы знаете, он отправился в путь, приехал к этому человеку, и смотрите, что написано в тексте. «И разневался Нейман, и пошел и сказал, вот я думал». Думал. Вот он думал себе. Обдумывал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказ. Когда он шел к Человеку Божьему Елисею, он себе нарисовал картину или сценарий, по которому должно было произойти исцеление его от проказы. И он настолько укоренился в этом сценарии, что когда все пошло не по его, не по его. Он разгневался, он начал бунтовать, он хотел уже было уехать, потому что он ожидал одного, а ему сказали, «Иди, окунайся в болото». Бог как бы решил действовать не возле парадного Елисея, через Елея Помазания, а через грязное болото, которое, ну, Иордан, грязное очень река. И он не мог понять, он начал гневаться. И слава Богу, что рядом были слуги, которые смогли его переубедить. И то не за один присест. Он настолько не мог отпустить эту идею, что, ну, как-то может быть по-другому, что сопротивлялся до последнего, пока уже они его, ну, не уговорили до конца. Ну, слушайте, ну, ладно, я уже согласен нырять, но давайте я буду нырять в какие-то другие озера, в чистые. Все равно мозг комфорта хочет, понимаете? Все равно хочет обойти Божий план, вот как не крути, хочет надурить, не хочет дискомфорта. Это же проявление нашей природы. И он берет, соглашается все-таки, ныряет и получает исцеление. А если бы он этого не сделал, если бы он не поменял свой взгляд, если бы он не отказался от той идеи, которая была в его голове утверждена, которая уже стала твердыней, скорее всего, он бы умер от проказа. Скорее всего, он не познал Бога как целителя, который сделал чудо, Бога неординарного, который действует не по нашим шаблонам. И Слово Божие говорит, что ваши мысли не мои мысли, и ваши пути не мои пути. То есть, это говорит о том, что Бог будет всегда действовать так, как мы себе не представляем. Всегда. И основная мысль, которую я хочу закончить этот пункт, мы не можем с вами избавиться от стереотипов. Мы не можем с вами избавиться от ожиданий. Но мы должны быть к ним, давайте так скажем, лояльными. Лояльными. Мы должны доверять Богу. И мы должны допускать, что Бог может действовать совершенно по-другому. Понятное дело, что мы не избавимся от того сценария, который рисует каждый из нас. Но мы можем быть, давайте скажем, смиренными перед Богом. Мы можем ожидать, что Он может нас позвать выйти за рамки нашего понимания, нашего сценария. Поэтому пусть Господь благословит нас. Второе. Второе – неудачи. Второе – неудачи. Неудачи, они тоже формируют в нас определенные стереотипы. Знаете, неудачи или страх перед неудачами есть разный. это просто как страх перед чем-то новым, когда Бог может нас призывать к чему-то новому, открывать что-то новое. Также страх может быть результатом уже какого-то негативного опыта. Когда мы что-то делали и спотыкнулись, когда мы пытались что-то начинать, но у нас не получилось. Мы потерпели неудачу. И вот эта неудача, вот эти переживания, вот эти чувства, которые тогда сопутствовали нас, расстройство это, оно сформировало в нас определенный стереотип. Может сформировать. Определенные твердыни, которые не дают нам возможности ночевать, начинать что-то новое. И многие из нас могут бояться делать этот первый шаг по одной простой причине. Потому что тут звучит у тебя не получится. У тебя не получится. И наше мышление, оно находит миллион причин для того, чтобы оправдать этот посыл. Почему не получится? Ты маленький ростом, ты слишком высокий, у тебя нет возможностей, у тебя, может, фамилия какая-то не такая, у тебя нет образования. И пошло-поехало, ты хромаешь, еще что-то. И он придумает множество вариантов для того, чтобы показать нам картину, почему у нас это не получится. И когда-то что-то подобное, давайте скажем, что-то подобное произошло с Моисеем. Это был парень, которого оставили родители, но которого, давайте скажем, усыновила дочь фараона. У него была хорошая жизнь, он жил, у него было все. Это такая современная молодежь, знаете, золотая, золотая. У него было все, были слуги. Ну, это просто, скажем, мечта каждого из нас, наверное. Или, может, не всех. Ну, такое. Ну, еще кое-что было у него в сердце. Он видел, как постоянно израильский народ, его народ по крови, он страдает, он мучается. И один раз он увидел, как была стычка между охранником и евреями. И он подошел и убил этого человека. Он подошел и убил. И знаете, в Деяниях, в 7 главе написано такие слова про Моисея. Он думал, поймут братья его. То есть, он думал, что он совершает величайший подвиг, и его из-за этого подвига примут. Вот наш Мессия такой. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой его дает им спасение. Но они не поняли. То есть, он думал, что поймут, а они не поняли. Это, знаете, из той серии «Хотелось как лучше, получилось как всегда». Хотелось как лучше, получилось как всегда. Но что самое интересное? Именно вот эта неудача, которую он потерпел, которую он даже не предполагал, что она может произойти, кардинально меняет его жизнь. Он из царских палат оказывается где-то на задворках пустыни, никому не нужный, одинокий, чудом как-то спасшийся и начавший жить заново, пася овец, и то не своих. И вы знаете, вот там на задворках той пустыни к нему приходит Бог. И он начинает с ним разговаривать из огненного куста. Вы знаете, я специально перечитал несколько раз третью и четвертую главу книги «Исход». Но я не знаю, мне кажется, я бы не смог так уговаривать человека. Это просто у Бога такое терпение. Он постоянно ему говорил, Богу, что он не может идти спасать еврейский народ. То есть, когда-то он хотел это делать, но определенная неудача, она произвела что-то в нем, что не давала ему возможности. Он нашел там десяток отговоров. Да я не могу, да я не могу разговаривать. А что, если они спросят, кто я? Он столько раз пытался апеллировать Богу, но Бог все равно его уговорил. Но сколько на это потребовалось усилий? Если бы Бог не дожал бы его до конца, не дожал бы. А не хочешь? Ну ладно, все. Ну или два раза попросил, ну ладно, все. Вы знаете, мне кажется, что о Моисея никто бы из нас не узнал. Мне кажется, что Моисей бы не был бы такой выдающейся личностью библейной, с которой мы берем пример, который прожил замечательную благосовенную жизнь, служа Богу, служа Его народу, от которого мы сегодня учимся. Ну а самое интересное, что Моисей бы не познал бы Бога, так как Он Его познал, если бы вот та неудача, которую Он потерпел в первый раз в своей жизни, она бы остановила Его, если бы Бог не уговорил Его, если бы Бог не дал Ему силы преодолеть вот это сопротивление, вот это нежелание, когда Он поднялся, Бог сильно Его благословил. Вы знаете, я хочу просто сказать одну очень важную мысль. Многие думают, что неудача это что-то противоположное успеху. Это совершенно не так. Неудача это неотъемлемая часть успеха. Это неотъемлемая часть, это то, с чем нам по-любому придется столкнуться. И даже в Евангелии Иисус Христос, когда помните, Он обращался к Петру и Он говорил такие слова, «Но я молился» в Луке 22 главе написано «О тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда обратившись утвердил братьев твоих». Парадокс. Христос, зная о том, что Петр упадет, не молится за Петра, чтобы он не упал. Он молится о другом, чтобы когда Петр упадет, чтобы он имел силы встать, чтобы его вера не оскудела. Вот что самое главное. И именно этот текст, он подтверждает эту мысль, что наши неудачи, это неотъемлемая часть какого-то процесса. Мы не можем их избежать, и нам просто к ним нужно проще относиться. Нам не нужно думать, что если у нас что-то не получилось, все, на этом закончилась жизнь. Да ну ничего страшного в этом нет. Не получилось раз, не получилось два, не получилось три, на четвертый получится. Это нормально, когда у нас что-то не получается, это допустимо. В этом нет ничего такого, чтобы могло сломать нашу жизнь. Понятное дело, неудачи бывают более простые, а неудачи бывают более глобальные, но не имеет значения, что там, что там. Мы всегда можем иметь силу встать, мы всегда можем иметь силу начать заново делать. Я верю, что Бог нас сильно в этом благословит. Если возможно сегодня у кого-то из нас, знаете, есть что-то, что у нас не получилось, может мы потерпели где-то какие-то поражения. Послушайте, я хочу сказать, дорогие братья и сестры, в этом нет ничего страшного, просто нужно взять, встать и начать заново делать. И я верю, что Бог благословит. Третье, трудности, последнее, о чем мы говорим трудности. Знаете, есть тоже такой стереотип среди верующих, особенно среди нас, что если вот что-то от Бога, то оно должно быть, знаете так, по благодати, как говорится. То есть Черное море расходится, очереди в супермаркетах уходят, тебя пропускают, кассир бесплатно все дает, ну ты же на кормление кормить нищих идешь, бедных все тебе дают бесплатно, подъехал на Хрещатике место тебе дали, самое лучшее вместо музыкантов и ты кормишь, там что-то делаешь. Это просто как пример. Знаете, или что-то другое. Ты пришел в домашнюю группу служить лидером, ты думаешь, ага, я пришел, сейчас выйду на улицу, скажу одному Евангелие, второе, все падают, каются, бегут в церковь, крестятся, становятся суперслужителями. У нас прелесть. Вот это от Бога помазание, да? Но почему-то складывается обратная реакция, по отношению к каким-то другим процессам, когда тяжело, когда что-то не растет, мы можем часто думать, ага, это не от Бога, ага, это как-то вот не работает, это что-то не то. И у некоторых из нас, к сожалению, есть тоже такое понимание, знаете, что вот эти все такие тяжелые процессы, это не от Бога, а вот то, что легко, то, что нам легко дается, это, как говорится, по благодати. Это, значит, его устройство. Скажу вам, что совершенно не всегда так, далеко не всегда так. Бывает наоборот, бывает обманчиво, знаете, бывает так, когда ты думаешь, что, о, вот тут вот поперло, а потом вот это поперло тебя просто приводит к чему-то очень печальному и очень плачевному. Знаете, в Деяниях 27 глава, 13-15 стихи написаны такие слова. Когда апостол Павел плыл в Италию, написано, подул южный ветер, и они, подумав, подумав, они увидели, что есть устройство, они подумали, что подул южный ветер, что уже получили желаемое, они подумали, что получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон. Корабль схватила так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. Библия показывает нам, и в Библии есть множество примеров в этом, как не всегда то, что нам кажется устройством, является каким-то доказательством того, что это вот от Бога, а вот то, что тяжелое, то, что трудно, то, что нелегко, это не от Бога. Вы знаете, если бы так Библия мыслила, если бы так мыслил Бог, то Христу бы не пришлось бы за нас умирать. Христу бы не пришло бы отдавать свою жизнь, страдать. Каждую прану на его теле не нанесли бы, он бы не пережил бы предательство, если бы так было. Но, к сожалению, все совершенно не так. И когда нас Бог к чему-то призывает, Он очень часто очень часто, я не знаю, может у кого-то по-другому в моей жизни как-то, ну очень часто тебе нужно проходить через трудности. Ну как-то так вот легко не получалось. Можно выходить за клавишами, будем молиться сейчас. И я верю, что Бог, Он в трудностях. Он в трудностях. И очень часто Бог благословляет нас через трудности, призывая нас пройти через какие-то нелегкие вещи. Знаете, недавно я узнал, что одна семья, которая сыграла свадьбу буквально совершенно недавно, там месяц-полтора, может быть, максимум два, наши знакомые, хорошие, ну, они уехали за границу, мне говорят, что они разводятся. Нет, в смысле? Полтора месяца мы беседовали с мужем, ну, тогда еще с женихом. Я помню, как он мне на лавочке рассказывал от Бога. От Бога. Так все сложится. Такая классная сестра, все хорошо, все вот, ну, вот просто как будто Бог принес этот подарок и дал. Я начинаю с ним разговаривать. Говорю, слушай, братуня, так от Бога ж. Не, пастырь, не от Бога. Я говорю, в смысле не от Бога? Он говорит, ошибся. Ну, не от Бога сто процентов. Я говорю, а что не от Бога? Ну, вот требовательное слишком. Звоню супруге, узнаю, в чем дело. Ну, говорит, он просто как жил до свадьбы, ну, один, знаете, привык курсировать сам. Она ж, жизнь не подконтрольная, так сказать. А тут раз и попал в семью. А это полный перелом. Это полностью перемена жизни. Если ты раньше жил для себя, для своих друзей, теперь тебе нужно жить для жены. Тяжело. Троить начало. Троить начало, не может понять, в чем дело. Землетрясение. В семье. Нет Бога ситуация. Надо удирать. Лучше развод. Точно? Показатели не те, не божеские, так сказать. Оказывается, то самому поменяться надо. Проблема-то не в сестре. Проблема в том, что не понял. Просто не понял, что произошло. Женился. Поменялось. Все. Ну, просто интересно, знаете, когда легко, от Бога. А тут чуть-чуть прижало. Все. Потерялся. Потерялся. Знаете, я недавно перечитывал разных пророков, разных личностей, таких масштабных, из Ветхого Завета. Знаете, читал про Илью. И когда Илья сделал чудо, помните, и пошел дождь. Сначала его не было, потом он пошел. Там был целый процесс. Вы знаете, когда я дочитывал, там в конце получил для себя такое откровение. Написано, между тем небо сделалось мрачно, от туч и от ветра. И пошел большой дождь. Казалось бы, ничего необычного. Но знаете, когда я читал, где-то в глубине сердца своего, я услышал, так бывает, что из какого-то мрака, из какого-то ветра, из чего-то такого мрачного в нашей жизни, Бог посылает благословение. Бог обещал дождь. И именно из того мрака Он вышел то, чего ожидали жители той земли. Я хочу сказать для всех нас, нам не нужно бояться трудностей. Трудности – это такой мрак, из которого Бог пошлет свое благословение в нашу жизнь. Вы знаете, последнее, очень коротко, просто хочу сказать. Сегодня мрак есть в нашей стране. Мрачные обстоятельства. Знаете, а я помню эти все пророчества. Вот оно мне никогда не давало места, что наша страна будет благословенной. Вы знаете, что наша страна будет процветающей. Я не знаю, это мое субъективное мнение, предположение, но я верю, что из этого мрака, который сегодня происходит в нашей стране, выйдет Божье благословение. Выйдет Божье благословение на нашу землю. И мы будем процветающей и благословенной страной во имя Иисуса Христа. Бог нас сильно благословит. Давайте встанем на наши ноги. Сегодня мы говорили о стереотипах. Три вещи. Наши ожидания, неудачи и трудности. Давайте помолимся. się. do